Итак, внезапно меня настигла шиза, и я решила порисовать карты с корейцами. Меня периодически это настигает, но, в общем, неважно. Короче, рисовать буду, скорее всего, акварелькой. Сначала думала использовать вот эту бумагу от Малевича, а потом решила, что возьму опять Брауберг. Просто потому, что она плотнее. Здесь 300 грамм, а у Малевича 200, да. К тому же здесь листок побольше, можно рисовать просто до посидения. Хотя мне нужно дотратить, по идее, вот эту бумагу лучше. Но, ладно, поиспользуем один очень достоверный источник. Вот этот. 5,5 на 8,5. Потеряла где-то линейку нормальную, ну, ту, с которой я всё время чертила. Поэтому не могу найти, поэтому буду делать маленькой уродской. На улице, блин, дождь, темно, ничего не видно. Но я решила уже, ладно, не буду дожидаться лучшего момента, потому что, возможно, его и не наступит. Не уверена, кого именно я буду рисовать. Ну, вернее, как. Это точно будет куча чанов. Я хотела попробовать Феликса, но всех остальных... В общем, буду брать рандомные рефы на Пинтерест, которые будут попадаться. И рисовать их, походу. Не знаю, что получится. Скетч мне пока нравится не очень, но... Ладно. Попытка номер один. Взяла Белые ночи... Что-то не очень хочу сегодня с Шенханом связываться. Он меня как-то не устраивает в последнее время всё больше. Не знаю, в чём проблема. С Белыми ночами как-то получается более предсказуемо. Вероятно, залезу, кстати, карандашами. Я так вообще-то не делаю. Но, не знаю, тут так мелко, что я не уверена, что я справлюсь. Тонкой кистью. Но посмотрим. Карандашами лезть я, конечно, не хочу. Во-первых, а лентяйка. Во-вторых, да. Я обычно рисую в технике, когда не использую ничего другого. Думаю, вот тут на фон, кстати, просто бахнуть индиго. Одну я сделала как-то вот так. Очень мелко, очень сложно. Очень мелко, очень сложно. Теперь вторая. Сто тысяч лет буду искать референс. Потому что... Куда я жмал? Потому что не уверена, что именно я хочу рисовать. Если вот с этим чаном я такая ещё более-менее понимала, какую фотку я хочу. А вот всё остальное я хозе на самом деле. Допустим, должен быть Феликс. Не знаю, насколько получилось норм. Но сейчас я покрашу. И надеюсь, он останется нормальным. Потому что пока он вроде такой, более-менее. Правда, вот у него тут волосы белые. Вот это я, конечно, дачную фотку выбрала. А сейчас я буду с ними мучиться, походу. Я уже выбрала следующий реф. Будет Лено. Скорее всего, не очень нравится мне вот это, потому что... Ракурс, профиль. Не уверена, что он нормально вышел. По-моему, вот здесь расстояние большое. Ну, ладно. Теперь Лено. Возлагаю на него большие надежды, потому что он один из тех, кто у меня более-менее получается. И опять же, почему так мелко получается, да чёрт. Из-за того, что мелко, я страдаю больше. Но при этом я начинаю рисовать. И всё равно как-то маленько. Что ж такое? Как-то вот так. Теперь четвёртое. Я не знаю, возможно, я остановлюсь на четырёх, потому что я уже устала. Несмотря на то, что я вроде как... Мне казалось, по крайней мере, что я не так долго это делаю. Ну, на самом деле, я сижу где-то с девяти, а сейчас уже один из... Нужно выбрать кого-то четвёртого. Наверное, это опять будет Чан, потому что, как бы, кого я ещё могу рисовать. Вот этот Лено получился, ну, такой, но он хотя бы покрупнее, знаете. Возможно, стоит добавить сюда блестящие ручки где-то. Они у меня там лежали, чтобы оно как-то поинтереснее выглядело. Сейчас. Задорисую вот этого Чана и об этом подумаю. Вот здесь выбрала другое цветовое решение немножко. А то они какие-то все синие. Ну, Феликс, хотя не очень, но всё равно. Вот, что дождь на улице, у меня болит башка. Это очень мешает, знаете ли. Короче, к слову, а может, и не совсем к слову. Вчера рисовала вот этого Хана Шинханом. Получилось опять как-то бледно. Причём, я не понимаю, что за прикол. Мне кажется, Шинхан после высыхания светлеет. И мне кажется, так уже не первый раз. Я не понимаю проблему в том, что у меня руки кривые или всё-таки нет. В целом он нормальный. Кстати, мне он, в принципе, нравится. Если бы он был, чёрт возьми, поярче. На камере, мне кажется, даже поконтрастнее выглядит, чем в жизни. Хотя мне казалось, что сейчас на камере будет какая-то хрень. Нашла ручки. Они у меня там лежали запрятанные, что я про них забыла. Недавно разбирала стол, нашла и такая, ух ты, вот это прикол. Залезла вот сюда немножко ручкой, и как будто стало даже нормально. Приятно, стоит залезть ещё и в остальные картинки. Может быть, станет как-то поинтереснее. Кстати, я доделала последнего. Он получился внезапно нормально. Я на лено тут уже подчеркала вот серебристой ручкой. Не знаю, стоит ли лезть ещё куда-то. Вот сюда я бы залезла, наверное, золотой. А вот тут вот можно чего-нибудь добавить блестящего. И вот этой. Хотела чёрной, к Феликсу сделать звёздочки чёрной, блестящей. Но она умерла. Жалую их порежу. Только для этого придётся снять лист. Лучше, конечно, делать это ножом. Но сейчас поступим по-другому. Ну, допустим. Может, знаете, ещё уголки скруглить попробовать. Ну, как-то вот так. Ну, допустим, Феликс, Лено и ещё один Чан. Ну, в целом... Ладно, даже нормально. Лучше, чем все предыдущие. Попытки определённо. Если вам понравился такой видосик, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. А также внизу в описании есть ссылочки на мой телеграм-канал, на мой инстаграм и группу ВК, в котором можно увидеть гораздо больше моих рисуночков. Что могу сказать? Мне нравится вот этот Чан, потому что он очень ничего такой. Но он был последний. Собственно, все вот эти предыдущие были какой-то попыткой разрисоваться. Первый мне не очень нравится, но в целом он нормальный. Феликс или Лено вообще какие-то непонятные, не знаю. Вероятно, вот здесь мне больше даже не нравится из-за сочетания цветов на фоне, потому что они какие-то очень яркие, немой вариант, так скажем. Но вот эта карта прям вообще класс.